Еще раз всем привет! Привет! С вами Светлана Ата. Юль Берасты. Прихорошилась для фотографий. Оу, еее! Всем привет! И Байрам Лар, Джанин Лар, Аркадаш Лар, Рамадан Байрам Путлуёрум. С праздником Рамаданом, друзья мои, всех мусульман, всех-всех-всех людей, добрых, добрых-добрых-добрых людей. Я поздравляю. И злых тоже поздравляю. Но не суть в этом. У меня сегодня такое позитивное настроение. И я вам посылаю частичку моей любви, добра, позитива, мотивации. Вам отправляю. Будьте также настроены на все положительное, чтобы вас никакие сложности не останавливали, трудности. Вы перескакивали через трудности и не оглядывались на них, а только смотрели вперёд. Несмотря на то, что сегодня такая булунтлу погода, то есть закрытая погода, на праздник Рамадан закрытая погода, настроение у меня отличное. Почему? Потому что сегодня выписали мою мамочку. И у меня такой день. Я считаю, спасибо Всевышнему и Вселенной за сегодняшний день. Они с дочерью решили сделать мне сюрприз. С утра они выходили на связь. Я с полвосьмого слежу за телефоном. Я написала утром Кети, пожалуйста, сними мне её. Я хочу посмотреть видео. И потом я уснула. И потом, значит, я занималась делами какими-то. Эндер тоже с утра встал рано. Мы поздравили родителей. Они в деревне. У них там куча росыиков поприезжали. Очень переполнено у них всё дома. И мы поздравили. И быстро отключились. Некогда ему было говорить, потому что гости пришли с утра. И вот после этого мой муж встал. Мой муж встал. Я ему приготовила пиде хачапури. Пиде хачапури. Пиде турецкое. На турецке не аджарское хачапури лодочка. А чуть-чуть такое вот тоненькое, удлиненное. И внутри яичка также нужно взбить. Они яйцо, знаете, как делают? Я ошибку сделала. Они взбивают, кажется, и потом заливают. А я целое положила. Ну, ничего. Поел очень вкусно. Но, естественно, и нужно вниз положить сыр. Я написала, Кейт, где мама? Тут дочь мне пишет. Я говорю, что там с Катей моей? Маму Катя зовут. Она говорит, она уже дома. Я её привезла. Я говорю, а почему так? Ну, вот решили, что она уже не нуждается в стационарном лечении. Назначили ей амбулаторное лечение, кучу лекарств. И антибиотики сказала лекарств. Но потом она со мной попозже поговорит вечером. У неё был разряжен телефон. Пока она телефон зарядила. И вот мы с ней потом поговорили. И то она всё на ходу-на ходу. Она соскучилась по детям и говорит, почему ты так переживаешь. Я, говорит, три дня не плакала, что ты плачешь. Ведь не за горами моя смерть. И ты должна быть готова к этому. Почему ты так близко принимаешь всё к сердцу? Я говорю, мамочка, потому что я хочу, чтобы ты жила сто лет. И радовала нас. Не будем о грустном. Самое главное, что мама дома. Всё позади. Ну, а я сейчас расскажу, как мы сегодня отмечаем Байрам и что вообще делаем. Отмечаем ли мы его. Как вы уже видели в предыдущем видео, я перепутала Байрам и приготовила еду такую более-менее. Но в воскресенье я всегда так стараюсь меньше возиться и что-то запекать в духовке. Пиццу приготовила, вы видели. Приготовила также курицу, салатик. Мы с мужем очень хорошо покушали, сладостями закусили. Короче, я от этих сладостей скоро разбухну. Почему? Ну, я вам не снимала, что Эндер перед Байрамом купила очень много конфет. И я очень ими довольна на вкус и качество. Раньше всегда я кому-то заказывала, а сейчас очень вкусные конфетки, карамельки, шоколадки, производят в Турции. Я недооценивала руки турков. И о чём бы хотела сказать. Ой, я вчера была на грандиозном шоу моей категории. У неё было 38-летнее. И она отмечала в цирке в московском. Приехала из Казани. Братья Запашные. Вот цирк там есть же два. И вот в одном из них. Три тысячи человек она пригласила. Так было весело. Вторая часть была Иванушки. Интернешнл. И я плясала, наушник одела, вот этот плясал. А мой муж говорит, ты что, детство вспомнил. Действительно, такое удовольствие получила. Благодарю мою Катюше. Вот так вот мы вчера провели предбайрамный день. А сегодня у нас настоящий байрам, потому что мы отдыхаем. Мой муж потом ещё после завтрака, после кофепития заснул. Мы всё ждали детей. Мы, я знаю, насколько, вот все говорят, мои подружки, я звонила, поздравляла их. Они говорят, детки только ушли. А у нас нету, никто не приходит. Потом звонок в дверь. Я бегом, бегом к дверям. И спрашиваю, кимо, кто там. Они говорят, конфеты, за конфетами пришли. Ну, не детский голос, а именно мужской, взрослого мужчины. Кстати, мой пришёл сюда на балкон. И думают, где его жена пропала. Касался, нашли. Мы открыли дверь, ждали их. Я видела, он соскучился по мне. Ждали их, и никто не пришёл. И пришли взрослые тёти, дяди, и, оказывается, соседям. И пошутить решили, напугать их. Ну вот, мы опять сели, занимались своими делами, разговаривали, там смотрели что-то. Погода такая была, такая и есть с утра. Не хочется никуда выходить. И мы потом полудрём, и так вдруг кто-то звонит в дверь. И, наконец-то, пришли детки. Я их угостила конфетками. Хотя муж говорил, что сейчас, наверное, из-за того, что после пандемии уже детей не пускают, какие-то случаи есть, насилие, всё. Он всё плохой наговорил. Уже бояться хотите. Я говорю, ну мы же только соседские. Что мы сделаем соседским детям? Ну не знаю, но всё-таки пришли. Ну вот так вот у нас день и прошёл. Завтра у нас пикник с девочками. Ну не знаю, такая погода непонятная, будет у нас или нет. Сейчас мне позвонила моя подруга, пригласила тоже пойти куда-то в музыку послушать в ресторан. Но что-то желания у нас нету. Ну не знаю, как всё, может планы поменяться. Может муж пришёл, чтобы сообщить об этом. Но у меня, если честно, нет никакого желания. Такая погода именно домашняя. Сейчас я приготовлю вкусный ужин. У нас ещё курица есть, суп есть, яйла я приготовила с риса и хлеб есть самое главное. И всё. Пошла, мои дорогие, пойду я уже к моему супругу, который скучал по мне. Я здесь на балконе сижу столько времени, как раз монтировала вам видео. А также я сейчас лечу свои ногти. И вот почистила, сделала маникюру сама, помазала лекарствами. Такой вот светлый лак. Я не могу, да, чтобы так не было в порядке. Ну вот, чем я занимаюсь сегодня. Вот и наш мир. В парке, кстати, всё переполнено, очень много людей. Я подмела опять балкон. Вчера я ничего не делала. Сегодня подмела. Вот такие вот дела. Если вдруг больше ничего не запишу, ставьте лайки, пишите комментарии. И одно видео сделаю для вас, специально отвечу на все ваши вопросы. Потому что там такие вопросы, что я хочу ответить им прямо вживую. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата. Субтитры сделал DimaTorzok